Большое спасибо за донат Человек с никнеймом фанат группы Виконт О май гаш Текст доната Для зрительницы Специально для зрительницы Без очереди пожалуйста Ну и запишем заодно Тишина Тишина это все название песни А дальше тишина Окей слушаем Ну барабанный ритм классный Есть одна песня Она такая прям намеренно тупая И вот у меня сразу она вспоминается Из-за барабанного ритма этого То есть это типа Прям вся сделана вот как на отвалину Тут в принципе на отвалину со вкусом Ну хотя тут тоже Тут 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 Ну это конечно не знаю Для баллады Писька пиписька Для баллады просто лучший ритм Не знаю есть но я знаю 2-3 прикольно И в среднем в балладах используется Это строкс да Что плохого иметь рок-юмор У некоторых шуток Саши Капустина Ну тоже верно да То есть ничего плохого нет То есть это скорее не Короче просто предупреждение Ничего песня на самом деле К фред-гитаристу на занятия Срочно просто Звук хороший, нормально О-ой А там еще оркестр типа Оркестранты БТВ идеально попадают в ритм Это не оттяжка, это именно просто, ну, как смог называется, так сыграл. Сыграл. Почему рок-группа гитариста — это самое слабое звено? А потому что... Не знаю. На самом деле, потому что для среднего слушателя оно работает даже так. То есть, если с барабанами что-то немного не так, это замечает даже человек, который вообще максимально далек от музыки. Типа барабанщик там палку выронил, криво сыграл, он будет чувствовать, что это не то, что это, почему неровно. То есть, вот, типа того, басист, если его слышно, ну, типа, если он прям сильно какую-то фигню наиграл, человек такой, ой-ой, что-то, не знаю, некрасиво как-то все в сумме звучит, да, там, не ту одну ноту сыграл, и все. Ну, и плюс, опять же, басисты, есть партии сложные, но, опять же, кто играет сложные партии, они умеют это все делать прилично обычно. А простые партии, ну, там негде ошибаться особо. То есть, ну, пукаешь себя, и все, все окей. Плюс оно в миксе, там, примерно все растворяется и сойдет. А с гитаристами, ну, собственно, не знаю, на самом деле, почему часто так. Ну, есть жанры, типа, панк-рок. В панк-роке вообще прям уметь играть должен только барабанщик. Типа, уважающие себя панки, у них только барабанщик умеет играть, остальные просто, там, два аккорда гоняют, типа. И спасибо, если ровно. Моё пиво друг возьмет и к ладоням. Что еще раз? Моё имя пусть возьмет. А, моё имя. Не, это там четко слышно. Но мне сперва померещилось пиво. Но я думаю, это уже просто этот... Подсознание шалит. До пьющей воды донесет. До писюн. Не, ну тут прям... Нет, нет, серьезно. Ну, что такое, смотрите. До пьющей воды донесет. Писюн. Моё пиво пусть возьмет до писюн. Нет, подожди. Не, ну тут имя. Просто, по-моему, если чуть-чуть отвлекся на секунду, можно расслышать пиво. Но писюн, там прям конкретный писюн. До пьющей воды донесет. До пьющей воды, до писюн. До пьющей воды. До пьющей воды. Я реально не пойму, что за слова вообще. До пьющей воды. До пьющей воды. До пьющей воды донесет. До писюк или писюн. Писюк, кстати, кто-то раньше, когда-то, помните, называл этот самый... Писи, типа комплюктер. Древние люди, наши предки, у них был такой сленг, они писи называли, типа компьютер называли писюк. Вот и все. До писюн. До писюн, вот и все. До пьющей воды донесет. Вот и все. До пьющей воды донесет. Вот и все. Писюн. Вот это нормальное соло внезапно. Ну, типа неплохо вроде, да? Я слова вообще не вынимаю. Я просто... Ну, блин, колокол. Колокол это уважаемо. В такой музыке. До пьющей воды. До писюн. До пьющей воды. Типа, ну, я так слышал. Я не мог даже додуматься, что это значит до пьющей воды. Кто ты нужен? Кто ты нужен? Кто ты нужен? Сырник просто. Я с этого сырника выпал в капец вообще. Ну, там прям реально это четко слышно. Типа, посмотри в глазок и увидишь сырник. Это вообще жесть. Надо же было найти такое. Нет, сырник это просто, да, прекрасно. То есть, еще раз, чуваки, вот. Если, как бы, претензия на такую музыку, пафосно, важную, серьезную, надо как следует сводить. Я одна каждое слово идеально понимаю. Ну, может, не одна, не знаю. То есть, возможно, может кто-то сказать, что, типа, ну, а что, купил бы наушники. Наушники нормальные. Нихера, чуваки. Типа, если я врубаю нормальный микс в этих наушниках, четко слышно все. Хороший микс, типа, если включить по-человечески сведенный. И я не говорю, что это, значит, за миллиард долларов сведенный. Нет, просто, типа, ну, там не так много отличается. Это просто, как бы, либо это... Это либо грамотно сделано, либо нет. Старый какой-нибудь даже, не знаю, вот врубишь, вот, типа, трекич. И все, я, каждое, каждое слово слышно отчетливо, просто. На английском языке, причем. Где там оно, блин? А, слов-то я не слышу. This time. Might be the last. Че-то, типа, I fear, по-моему, ну, ну, тут, может, окей, не очень понятно. Make it all too clear. Типа, need you soul. Whoa. Take these broken wings. Take these broken wings. And learn to fly again. Learn to live so free. And learn to fly again. Learn to live so free. То есть четко, каждое слово слышно. На другом языке, который не очень-то хорошо знаю. И, сука, здесь мы слушаем. И писюн. То есть дело именно в том, как сделано. А не в том... Ну, короче, то есть, конечно, кто-то здесь разберет. И, может быть, на супер-хорошем, не знаю, либо звуке, либо слухе, окей. Но еще раз, то есть, дело не во мне. Поняли? Типа, не в моих наушниках и не во мне. Потому что я врубаю другой трек. Просто рандомный я проскроллил. Просто что нашел, что попалось у себя в аудио, то и врубил. Врубишь другой, там, я не знаю, перемешать все. Просто рандом. Ну, давайте, это мой трек, это мой трек. Ну, блин, свои нечестно. Ну, хорошо, Джо Кокер. Ну, блин, там микс пустой почти. Окей. Там я текст знаю, поэтому нечестно будет. Ну, хорошо, давайте, ладно, вот. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. И, то есть, четко слышно, сука, все. Это как-то расистом, типа? Нормально. Я в отличных наушниках ничего не понимаю. Есть сформированное мнение в этой группе, кал или не кал? Если так, в среднем по больнице, ну, короче, их нельзя сказать, что это чисто кал или чисто не кал. То есть, они не кал, но неинтересные. То есть, вот, у них музыка, на мой взгляд, иногда нечеток, но неинтересно. Вот. Именно это же в рамках жанра этого. То есть, я говорю, не для меня, как для любителя Моргенштерна, там, я не знаю, или еще, то есть, как кто-то подумает. Нет. Для меня, как для человека, который прекрасно знает, как должен звучать пауэр-метал, симфо-пауэр-метал, русский, там, хэви-метал, я не знаю, глэм, все что угодно. Я разбираюсь, лучше вас всех в этом. Пафосно, нагло может звучать, но, скорее всего, это правда. И вот, именно даже в рамках жанра неинтересно. Чуть-чуть, как бы, у них есть своеобразность, немножко есть. То есть, они, нельзя сказать, что они заурядная группа при этом. Они, не то, чтобы они заурядные, они своеобразные, неплохие, но, в целом, ну, не очень. То есть, просто неинтересно. Просто именно из-за того, что ты знаешь, что полно примеров, которые нам много порядков лучше. Вот и все, и чисто это, ну, как бы, уже не дает насладиться. Вот, мое мнение такое. Продолжение следует...